В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я, ее ведущий, Александр Гурарье. В Израиле сложилась кризисная ситуация с формированием правительства. В отведенное законом срок премьер-министр Бениамин Атаньяу не смог сформировать правительство. Он запросил положенное по закону дополнительное время. Это дополнительное время истекает буквально в течение недели. А правительства пока что нет. К чему это может привести? С этим вопросом я обращаюсь к журналисту Цви Зильперу. Цви, добрый день. Да, здравствуйте. Так что же будет, если премьер-министр не сможет сформировать правительство в установленный законом срок? Смотрите, происходит такая игра в гляделке, кто первый моргнет. Но на самом деле я призываю всех немного расслабиться и не напрягаться так особо по этому поводу. Потому что, как показывает опыт всех прошлых, нескольких, многих прошлых правительств, коалиционное соглашение заключается не просто там в последнюю ночь перед окончанием срока, а после продления, естественно, разумеется, после всех пролонгаций, просто в последний час перед завершением срока, когда все стороны прекрасно понимают, что это закончится все равно коалиционным соглашением, что это закончится все равно вхождением в правительство. Но по дороге, поскольку формирование правительственной коалиции в Израиле – это такой тоже восточный базар, рынок, где идет бойкая торговля, то, соответственно, торги будут продолжаться до самой последней минуты. В конце концов, все равно покупатели и продавцы ударят по рукам и все подпишут. Поэтому я призываю всех не очень серьезное внимание уделять всем вот этим попыткам давить друг на друга. Это все-таки правила игры. Что мы слышим из источников, приближенных, скажем, к главе правительства, что, ой, дескать, я не знаю, возможно, нам придется идти на перевыборы, все партии залезли на слишком высокое дерево, и надо им помочь слезть оттуда и вернуться к реальностям и так далее. Все это делается, во-первых, для ушей тех политических лидеров, с которыми идет торг, во-вторых, это делается для Ликуда, для внутреннего партийного пользования, потому что в Ликуде тоже каждый раз поднимается волна возмущения по поводу того, что большинство портфелей, самые важные портфели министров достаются не представителям Ликуда, а представителям маленьких партий. Но такая у нас политическая система, так у нас построена политическая система, и ликудники вправе на это обижаться, конечно же. Ну и в конечном итоге, как я уже говорил, все закончится непременно на свадьбе, все поженятся, так что нет никаких сомнений. Булат Шаурчак Уджава в своей знаменитой песне утверждал, что пряников сладких всегда не хватает на всех, но наши законодатели как раз вот об этом буквально и позаботились, приняв закон о расширении правительства. То есть теперь пряников хватит, то есть теперь добавляются министры, мало того, добавляется количество заместителей министров, у этих заместителей министров, если раньше их было, если не ошибаюсь, 4, теперь будет 8. То есть просто вакханалия, при том, что у нас такая дырочка в бюджете, которая растет на глазах, то это выглядит, мягко говоря, странно. Как вы считаете, кто будет за это платить? Смотрите, я не считаю, что это такой принципиальный вопрос, учитывая, сколько денег у нас обычно делится при составлении правительственной коалиции, сколько так называемых коалиционных денег выделяется каждой партии, речь идет о миллиардах, то здесь речь идет о совершенно незначительных средствах. Содержание одного министра стоит, кажется, 6 миллионов шекелей в год. Содержание одного заместителя министра стоит порядка 2 миллионов шекелей в год. То есть речь не идет о каком-то глобальном, каком-то существенном увеличении государственных расходов. Потому что когда у нас создается некое новое министерство, то обычно в него передаются какие-то уже существующие функции, какие-то существующие полномочия, под которые прописаны свои бюджетные статьи. То есть не получится так, что некое новое министерство создается совершенно с нуля, и с нуля надо давать ему какие-то бюджеты. То есть если я правильно понял предыдущую фразу, то министерские вот эти новые посты, они раздаются для престижа, для статуса, но абсолютно не для того, чтобы на этих должностях работать. Ну у нас есть много министерств, польза которых очень-очень сомнительна, типа Министерства по развитию Галилея и Негева, или там Министерство стратегического планирования и так далее, и так далее. То есть вряд ли эти министерства имеют какое-то практическое значение, но вот был закон, принятый с подачи Иерлапида 5 лет назад, по которому размеры правительства ограничивались 18 министрами и двумя заместителями министра. Теперь это правило отменили, и скорее всего, как говорят осведомленные источники, скажем так, у нас будет 26 министров и будет 4 заместителя министра. Это тоже, собственно говоря, не так уже много. Если мы посмотрим мировую практику, то это тоже не так уже много. Есть страны, где размеры правительства гораздо больше, чем у нас. А по поводу вот этих всех всевозможных министерств, так у нас раньше был пост министра без портфеля, когда министр вообще никакой функции не исполнял, у него просто был кабинет секретарша, некий статус министра, но при этом ничем определенным он не занимался. Или, например, у нас были такие посты, как пост министра при таком-то министерстве. То есть пост министра при Министерстве обороны, например. То есть он не является министром обороны, не является заместителем министра обороны, просто там министр при Министерстве обороны. То есть такие вот у нас были курьезы, аномалии нашей политической системы, но тем не менее каждый раз появление таких должностей – Это некий политический компромисс, который был найден при соприкосновении неких политических требований. Кроме того, не забывайте, что при всем при том, что требования разных партий, они довольно противоречивы, противоречат друг другу. Например, с одной стороны НДИ, с другой стороны еврейство Тора и ШАС. Тем не менее, когда все это приводится к общему знаменателю, надо сделать еще и так, чтобы каждая партия получила количество министров пропорционально количеству своих депутатских мандатов. Иначе начнутся обиды, потому что должна быть в конечном итоге некая формула, что столько-то мандатов равно стольким-то министрам. Скажем, 5 мандатов равняется 2 министрам. Значит, если ШАС получила 8 мандатов, соответственно, они должны получить 3-х министров или 4-х министров. То есть, например, опять же, я просто бросаю цифры просто для примера. То есть нельзя, допустим, партии с 5 мандатами дать 3-х министров и партии с 8 мандатами дать 3-х министров. То есть должны соблюдаться все равно какие-то пропорции, чтобы у всех партнеров по коалиции было ощущение, что их не обсчитали на рынке, не объегорили, что все по-честному, что они получили договор на тех же условиях, что и все остальные. Вот, собственно говоря, правила игры, которые должны соблюдаться при составлении правительственной коалиции. И опять же, я повторяю, я абсолютно уверен, что к окончанию срока коалиционное соглашение будет все-таки подписано, и еще на один тур выборов мы не пойдем. Цви, ну вот сейчас происходит ситуация, которая мне, честно говоря, напоминает игру в бильярд, когда, знаете, начинается игра, ставится посередине стола шары в определенной конфигурации, и, значит, участники пытаются эту вот конфигурацию разбить, эту фигуру. Да, вот правящая партия Ликут, которая сейчас занимается формированием правительства, пытается изо всех сил раздробить оппозицию и отколоть от нее какие-то кусочки. На ваш взгляд, удастся им это или нет? То есть, пойдет кто-нибудь, так сказать, ну, предательство, наверное, это не совсем правильное тут слово, поскольку в политике какое тут предательство, тут все как бы, все игра. Но, тем не менее, смогут ли они отколоть кого-нибудь, скажем, от партии Кахоль-Аван или от партии АВД? Смотрите, я не думаю, что они смогут отколоть от кого-то от партии АВД, поскольку это очень маленькая партия, да, она сократилась. Там некого колоть, да. А вот что касается партии Кахоль-Аван, то здесь, я думаю, что никто не даст ему определенного ответа на вопрос, потому что это абсолютно новая партия. В ней огромное количество мандатов по израильскому масштабу на 35, то есть у них мандатов столько депутатов, столько же, сколько у правящей партии, сколько и у Ликуда, да, они пришли, в общем-то, с равным счетом. Среди них очень много новых людей. Это все люди, объединенные для того, чтобы построить некую партию власти, то есть это не идеологически определенного склада люди, как, например, в партии АВД, да, которых объединяет некая идеология. Поэтому, теоретически, можно предположить, что там найдется немало желающих, которые захотят перейти на другую сторону баррикады и присоединиться к Ликуду. Например, те, кто не видят для себя возможности продолжить политическую карьеру в оппозиции, да, кто не хочет терять несколько лет на то, чтобы просиживать штаны в оппозиции, понимая, что после этого вряд ли у них будет шанс переизбраться еще на Одинсову. Тем более, что наверняка при переходе в Ликуду им пообещают соответствующие позиции и поддержку лидеров партии на праймерис, когда они будут происходить, то есть у них будут неплохие шансы попасть перед следующими выборами в список Ликуда. То есть наверняка там найдутся люди, для которых личные амбиции будут важнее какой бы то ни было идеологии, пускай сначала их посчитают некими перевещиками, предателями и с общественной точки зрения ничего кроме порицания они не получат, как с одной стороны, со стороны левого политического лагеря, так и со стороны правого политического лагеря. Но тем не менее, таких людей, наверное, найти можно или нельзя. То есть мы просто плохо знаем эту политическую структуру и мы плохо знаем тех людей, которые попали в КНЕС в составе этого списка, поэтому очень трудно что-то говорить, хотя все предпосылки есть и такой переход возможен. Я более чем уверен, что представители главы правительства ведут такие переговоры, по крайней мере пробовали вести такие переговоры, то что известно достоверно. С депутатом КНЕСТа запамятовал, как ее зовут, которая, она религиозная, религиозная женщина. Да, адвокат, женщина-адвокат, но она отказалась, как бы пытались на нее воздействовать. Она это однородовала, она опубликовала это, что вот так не ко мне обращались, я отказалась, я проявила принципиальную позицию, не подвела избирателей, которые отдали нам свои голоса. Но это как бы случай, о котором мы говорим. Скорее исключение, да? Да, скорее исключение, потому что наверняка контакты ведутся очень активно и наверняка есть несколько человек, с которыми эти контакты продвинулись. И, конечно, сейчас даже 2-3 депутата, которые бы перебежали в Ликуд, они бы очень сильно изменили расстановку сил при составлении правительственной коалиции. Так что поживем, увидим, еще 8 дней у нас есть до окончания срока отпущенного по закону на формирование правительства. Так что есть еще очень много времени для того, чтобы влезать еще выше на дерево или наоборот с него спускаться и идти друг другу навстречу. Или говорить, что нет, я подпишу последним, я хочу посмотреть, о чем вы договоритесь с остальными и так далее, и так далее. Это все тактические приемы при ведении переговоров, приемы давным-давно известные, есть теория ведения переговоров. Тем более, что все свои, все друг друга знают много лет, поэтому это те же партнеры, которые были уже в правительственной коалиции до сих пор. Поэтому я не думаю, что они в конце концов не договорятся и мы пойдем на вторые выборы. Слишком дорогое и рискованное удовольствие. Да, не хотелось бы. Спасибо, спасибо журналисту Визильбер, спасибо за этот интересный анализ. Но ждать осталось недолго, в общем-то, конец недели покажет уже почти все. Всего доброго вам, дорогие друзья. Программа «Тема дня» прощается с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова